Итак, вопрос здесь у нас такой. Если видимый свет — это электромагнитная волна, то почему глаз видит именно видимый свет, то есть длинные волны от 400 до 700 нанометров, а не другие волны, например, инфракрасные, там ультрафиолетовые, радиоволны и так далее. Почему мы видим именно так? Итак, здесь ответ на это такой неоднозначный, но просто много причин на это. Одна из причин — это то, что, например, если бы глаз видел инфракрасный свет, то главным источником инфракрасного света, вот значит, у нас глаз здесь, это глаз опять сбоку, здесь наши колбочки, наши палочки представим, представим, что наш глаз видит в инфракрасном свете, то есть он реагирует на инфракрасный свет, отметим его вот таким цветом. главным источником инфракрасных волн является не то, что находится снаружи, там нас, там, конечно, тела излучают инфракрасный волн, но большинство инфракрасных волн в глазе излучаются внутренностью глаза, потому что мы сами теплые, и излучаем эти инфракрасные волн. То есть если бы у нас были рецепторы инфракрасного света, мы бы все время были как будто бы ослеплены этим инфракрасным светом уже изнутри нашего глаза, и ничего бы другого не могли видеть. Другие объяснения, почему мы не видим ультрафиолетовый свет, это потому что он может разрушить наш белок, то есть ультрафиолетовый свет, он особенно, да и гамма-излучение, более энергичное излучение, чем фиолетовый, они уже могут разрушать белок в нашем глазу, поэтому ультрафиолетовый свет разрушает саму структуру нашего глаза. Но это не все причины, почему мы не видим ни инфракрасного, ни ультрафиолетового света. Еще одна причина, это такая своеобразная эволюционная причина того, как все происходит на Земле. Посмотрите таблицу прозрачности атмосферы. Значит, эта таблица говорит о том, насколько атмосфера Земли прозрачна. она прозрачна для радиоволн. Вы можете посмотреть на длину от примерно 10 сантиметров. Здесь нарисован такой этот телескоп. И атмосфера прозрачна для видимого света. Для остального света, например, гамма-лучи, ультрафиолетовые лучи с левой части спектра, они незаметны. Уже через атмосферу они не проходят. В верхних слоях атмосферы задерживаются. Инфракрасное большинство, это средняя часть спектра, тоже задерживается в средней части атмосферы. Только радиоволны и видимый свет проходят довольно хорошо через атмосферу. Поэтому для того, чтобы видеть что-то, нам нужно, чтобы этих лучей было достаточно много на поверхности Земли. Чтобы видеть что-то, нам нужно, чтобы лучи какие-то отражало, например, цветок. И если лучи, которые цветок может отражать, их слишком мало, тогда мы их не увидим. А если весь свет, который приходит к нам, это свет от Солнца, нам нужно понимать, какой свет проходит через атмосферу, а какой не проходит. И поэтому получилось так, что мы эволюционно развились так, чтобы воспринимать тот спектр, который больше всего присутствует на планете Земля. То есть, видимый свет. Вы можете спросить, а почему же мы тогда не видим, например, в радиодиапазоне? Радиоволн достаточно много на Земле. И у нас бы могли быть рецепторы в глазу. Радиоволн такие, маленькие локаторы. Ответ на это еще чуть другой. Посмотрите длину радиоволн. Длина радиоволн в районе от 10 см до 10 м. И для того, чтобы воспринимать какую-то электромагнитную волну, рецептор должен быть величиной соразмерим с этой волной. То есть, значит, рецепторы должны быть минимум величиной в 10 см для радиоволн. А если один рецептор 10 см в нашем глазу, то представьте, какой огромный должен быть наш глаз. И мы бы навряд ли выглядели такими же, какими мы выглядим сейчас, а были бы людьми с огромными глазами и радиорецепторами здесь внутри. Если бы мы хотели, чтобы мы могли воспринимать радиоволны. То есть, рецепторы в нашем глазу, они эволюционно идеальны. Они подходят и по величине к длине волны. То есть, они подходят по разрешению. Они помогают нам видеть объекты достаточно маленькие. Они подходят по количеству света. То есть, достаточно света приходит к нам в глаз для того, чтобы можно было замечать объекты. То есть, мы эволюционно получили видимость именно видимого света. Потому что на нашей планете Земля такие условия.